Всем привет! С вами Стив Про, друзья! И, собственно, сегодня вместе с вами я хочу поговорить насчёт стрима, который произошёл у нас вчера. Что ж, ну, это был первый стрим, можно сказать, пробный стрим, на котором я испробовал функции, испробовал стрим на себе, как он, насколько долго он может идти, и что требуется от меня. Собственно, зрителей было около 12, ну, в пределе 9-12 человек. Ну, в общем количестве, после того, как закончился стрим, это видео уже посмотрели около 500 людей. Это довольно большая цифра. Ну, для кого-то большая, для кого-то маленькая, но, собственно, данный стрим шёл 2 часа. Начали мы с Counter-Strike Source и закончили бедный террарий, в которую мы так и не успели сыграть. Начались разные баги, особенно у меня, друзья. Я запустил довольно старую игру, и у меня там на экране стало всё очень светлое. У вас, конечно, на стриме этого не было, но у меня это всё отобразилось. И делать что-то дальше было просто невозможно. Поэтому я и решил закончить. Ну, и времени, собственно, было тоже уже довольно много. Что ж, во время стрима было довольно много интересных моментов, которые я сегодня хочу рассмотреть. Что ж, во-первых, в начале и в конце стрима писал в чате MarsDigers. Как многие думали, он был настоящим, но я вас разочарую, он не был настоящим, это был настоящий фейк. Ради этого я его проверил, и на его канале было 0 подписчиков. Да, друзья, довольно неудивительно. Но в середине, где-то ближе к середине, в чате написала MashaPlay, друзья. Я этому был, опять же, удивлён, подумал, что это очередной фейк, но я решил проверить. Я люблю всё проверять. И что ж, это оказалось не фейком. Это была настоящая Маша за своим каналом. Был довольно удивлён. Я, честно, уже не помню, что она написала, потому что было довольно неожиданно. Я очень рад тому, что такие популярные ютуберы, у которых в 9 раз больше подписчиков, смотрят мой канал или, к примеру, стрим. Потому что вряд ли где-то в ютубе он показывался просто так. Хотя, кто его знает, этот ютуб, друзья? Потому что у нас тематика одинаковая. У Фусдога, у Маши, у Кронора, там, допустим, у Аида. Ой, какой Аида? У Артура Кулеша, друзья. У всех нас похожий контент, в том числе и у Атома. Кстати, большое ему спасибо за идею насчёт новогоднего скина. Мне очень понравилось. Ну ладно, что ж. Хочу сказать, что следующий стрим я планирую допустить в среду, то есть завтра на 30 минут. Также начнётся отсчёт уже с фоном. И, кстати, при переходе из игры в игру, также будет довольно красивый фон, который вас обязательно порадует вместо чёрного экрана. Хотя, может, кого-то радует и чёрный экран. Но вряд ли такие люди найдутся. Что ж, друзья. Стрим получился довольно насыщенным. С разнообразной тематикой. Конечно, Майнкрафта было мало. Я знал, что Майнкрафт поведёт себя довольно неадекватно. И он так себя и повёл. Поэтому, друзья. На этом стриме я не планировал запускать Майнкрафт. Но и Сур себя тоже плохо показал. Лучше всего, к удивлению, показал себя КСГО. Да, это было очень удивительно. Утлас также лагал. Но поиграть маленько в него можно было. Однако-то это тоже было неожиданно. И, кстати, именно на стриме мы его и прошли. Я этому был очень рад, что я прошёл ещё одну игру вместе с вами, друзья. Собственно, что тут хочу сказать. За стрим мы собрали такой уж... Ну, для меня, друзья, это пойдёт, конечно. Это хорошо. Мы собрали 133 рубля с доната. Что ж. Донатили, наверное, как раз все люди, которые смотрели данный стрим. Их было около 10. И, собственно, друзья, вот как раз, как раз... Вот, ну, было, да, как раз эта сумма где-то. Поэтому большое вам спасибо всем, кто пополнил казну нашего канала. Очень большое спасибо. Также большое спасибо, кто смотрел данный стрим. Ставил лайки и писал хороший комментарий. Большое вам спасибо за это. Также поддерживайте меня и в следующих стримах. Ну, друзья, собственно, следующий стрим, как я вам сказал, будет в среду. Я вас сразу предупреждаю. Что ж, на стриме мы поиграем сначала, да, в Гаррис Мод, наверное, пройдём какую-нибудь хоррор интересную карту. Может, просто пройдём карту. Или поиграем 5 ночей в среду. Наверное, все знают такую карту. Кстати, можно скачать и эту игру, если вы захотите. Кстати, сейчас пишите комментарии. Я думаю, что много людей посмотрит данное видео, потому что довольно интересно посмотреть итоги стрима. Стрима, обсудить стрим. Поэтому, друзья, пишите в комментариях, какой игры начать с Гарриса Мода или начать с 5 ночей с Реди. Я вам её скачаю. А, у меня, кстати, есть идея. Есть 5 ночей с Реди, где нужно бегать. Я уж не помню, как она называется. Вы можете подкинуть название этой игры мне в описании по данным видеороликам. Точнее, в комментарии. Я буду очень рад, я прочитаю и скачаю игру, друзья. Ну, собственно, вот, начинаем с Гарриса Мода или с 5 ночей с Реди, или с 5 ночей с Реди, где можно убегать. Ну, она вроде у меня будет лагать, наверное, друзья. Поэтому выбирайте 5 ночей с Реди или Гаррис Мод. Ну, мы там тоже подделываем довольно прикольные вещи. Поэтому, будет довольно интересно. Я вас рекомендую посетить этот стрим. Также всё будет хорошо, как я говорю, всегда. Но чёрного экрана точно не будет, друзья. И ждать будет довольно интересно, потому что вас будет сопровождать довольно красивая картинка. Собственно, отсчёт от стрима я начну в саму среду. Где-то после моих, так сказать, утренних видеороликов. Это будет где-то часов 7, наверное. Вот тогда и будет отсчёт. Но это ещё не точно, что будет стрим. Я ещё пока не знаю, что у меня будет в среду. Поэтому, друзья, сказать точно я не могу. Ну, на этой неделе бы здесь стрим должен быть. Вот, собственно, и больше, наверное, пока что в этом месяце не будет. Надеюсь, вам нравится стрим. И, конечно, знаю, что первый стрим получился вообще, по идее, комом. Но, друзья, как я говорю, судить строго его не надо. Это был пробный. Я даже в начале стрима так сказал, что это пробная версия. Я просто пробовал, я ощущал, каково это делать стрим. Как это сложно, насколько падает фпс. И насколько от этого зависит интернет. Ну, собственно, друзья, спасибо за просмотр в данном видеоролика. Не забудьте поставить лайк. Эйдл Бойс. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. И, собственно, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok